МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все самое главное об этом дне узнаете далее. Из подробностей я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под крылом МВФ. Что глава фонда Лагард обещала президенту Порошенко? Кишиневский протест. Не назревает ли в Молдове революция виноградной лозы? Средняя температура по стране. Удалось ли остановить распространение свиного гриппа благодаря карантинному заслону? Учеба на голодный желудок. Как кабин закрыл перед школьниками двери в столовые? Главное международное событие этого дня, безусловно, проходит в Давосе. Второй день сильные мира сего обсуждают политические и экономические проблемы. И второй день за их работой наблюдает мой коллега Дмитрий Анопченко. Дима, рад тебя приветствовать. Ну вот как тебе видится, ты там рядом со всеми? Меняются в эти дни судьбы мира в Давосе? Или дальше разговоров не заходит? Дмитрий Анопченко. Коллега, добрый вечер. Ну, на самом деле, действительно, буквально только что заканчиваются давосские вечерние заседания. Ну вот мы вышли из Дворца Конгрессов. Выходят сейчас из Дворца Конгрессов последние участники. И вот этот вопрос о судьбах мира, кто серьезно, а кто очень иронично, мол, судьбы мира здесь решаете, им тоже задают. Ну, так вот, на самом деле, судьбы, если, ну, может, и не мира, то отдельных стран здесь, в Давосе, сегодня действительно решались. Ну, смотрите сами. Кто-то делал это в кулуарах, на закрытых встречах, кто-то делал это, ну, просто с трибуны Давосского форума. Главное, самая обсуждаемая новость в последние часов. Британский премьер Кэмерон, выступая здесь, на форуме, говорил о возможном референдуме о выходе Британии из состава Европейского союза. Когда он может пройти, каковы условия, чего на самом деле хотят и Лондон, и Кэмерон, обо всем этом я сегодня в выпуске обязательно расскажу. Что касается судьб мира, здесь очень много двухсторонних встреч, ну, в том числе и американцы, очень много сегодня общались и с представителями арабских стран, и с представителями Израиля. Ну, вот с израильской делегацией буквально пять минут назад я переговорил так мельком на ходу, они говорят Нитаньяху, выкручивали руки. Но были и двусторонние встречи намного более позитивные, ну, в частности, я обязательно хочу нашим зрителям рассказать о встрече президента Порошенко с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Что пообещала Кристин Лагард? Правильный вопрос, который был у нас в анонсе, я об этом очень детально расскажу, ну, потому что удалось об этом спросить и главу государства, и ее саму. Все это я готов буду рассказать сегодня в выпуске. Алексей. Спасибо пока за хороший анонс. С нами на связи из Давоса был Дмитрий Анопченко. Мы еще вернемся к разговору с ним немного позже. Ну, а на наших с вами глазах, возможно, меняется судьба Молдовы, ведь сегодня стало понятно, Майдан по-молдавски разрастается. В центре Кишинева сегодня собрались около 20 тысяч человек. Протестуют против назначения нового правительства во главе с Павлом Филиппом, а также требуют распуска парламента, который, вопреки регламенту, утвердил новый кабинет министров. Филипп уже третий премьер в стране только за последний год. Политический кризис в Молдове продолжается уже несколько месяцев. Прошлое правительство ушло под давлением валютного скандала, тогда из банковской системы пропал целый миллиард долларов. Но вот насколько нынешний протест масштабнее предыдущего, и готовы ли люди в кабинетах слышать людей на улице, расскажет Светлана Чернецкая. Здание молдавского парламента – центр протеста. Его блокирует несколько тысяч человек. На ступеньках оставляют похоронные венки с надписью на лентах «Продажным депутатам». Я бы этим депутатам даже и венков не принесла, слишком много чести. Это наоборот, они нам венки подготовили, потому что похоронили будущее людей. Чтобы люди не смогли прорваться в парламент, как это произошло вчера, возле здания и внутри выставили усиленные наряды полиции. Пытаясь оттеснить демонстрантов, полиция пустила в ход дымовые шашки и дубинки. В ходе потасовки пострадали 16 человек с обеих сторон. Нескольких госпитализировали. По факту беспорядков уже возбудили уголовное дело. Прокуратура обещает установить виновников и привлечь к уголовной ответственности. Зачинщикам грозит до 8 лет за решеткой. Я хочу, чтобы в моей стране была демократия. Чтобы была возможность говорить свободно. Жить свободно. Все начиналось как мирный протест. Люди вышли на улицы, протестуя против кандидатуры премьера, выдвинутой президентом. Он предложил члена демократической партии, экс-министра информации Павла Филиппа. Но его считает ставленником местного олигарха Владимира Плохотнюка. Против Филиппа объединились все оппозиционные партии. Мы не можем допустить, чтобы нашу страну прибрал к рукам уголовника. С премьером Филиппом произойдет именно это. Он установил жесткую диктатуру, которую мы не сможем свергнуть бескровно. Это необходимо предотвратить. На штурм парламента люди пошли, когда узнали, что под покровом ночи в здании на закрытой церемонии депутаты срочно утвердили новое правительство во главе с Филиппом. На заседании был и президент Николай Тимофти. Я пришел сюда со своей командой, чтобы использовать последний шанс Молдавии и создать правительство. Возможно, это звучит патетично, но именно так я почувствовал себя, когда мне предложили взять на себя ответственность за формирование кабинета министров. Они действовали как воры, все решили за полчаса. Как такое возможно? Они не спросили мнения людей. Такое нельзя спустить им с рук. Ночью удалось успокоить людей и отправить по домам. Но даже несмотря на 12-градусный мороз, некоторые остались ночевать на площади, в палатках. Утром на митинг собралось в несколько раз больше демонстрантов. Они прошли маршем к Конституционному суду. Подали иск, в котором оспорили указ президента о правительстве и процедуру его назначения. Дальше двинулись к государственной резиденции. Там лидеры протеста встретились со спикером парламента Андрианом Канду с требованием отменить результаты вчерашнего заседания и распустить парламент. Тот пообещал дать ответ завтра до 12 дня. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер. О том, как назревал этот протест и какая у него подоплека, мы поговорили с молдавской журналисткой и телеведущей Натальей Марари. Вы должны понимать, что протест, который длится, на самом деле не второй день. Второй день просто мы наблюдаем за его активной фазой. На самом деле люди протестовали на протяжении всего прошлого года. Надо понять, что этот протест на данный момент, слава богу, не носит геополитической окраски. Это протест исключительно против коррупированной власти, которая захватила все государственные институты в Республике Молдова. На данный момент можно говорить о главной коллективной фигуре этой корруппированной власти. Это крупнейший олигарх Влад Плохотнюк. На данный момент этот олигарх контролирует практически все государственные институты. Премьер Новый Филипп – это его человек из ближайшего окружения. Спикер парламента Адриан Кандо – это его человек из ближайшего окружения. Генпрокуратура контролируется им лично, олигархом Владом Плохотнюком, Центр по борьбе с коррупцией, судебные системы. Мы можем говорить о захваченном государстве, чтобы вы не думали, что это нами завладевает эмоция. Такого же мнения придерживается и генеральный секретарь Совета Европы Табьорг Яглан, который в своей знаменитой статье в Нью-Йорк Таймс в прошлом году впервые из числа европейских крупных чиновников называл Молдову захваченным государством. Это наш такой коллективный Янукович со всем окружением, это наш Влад Плохотнюк. Самовознагражденные сотрудники секретариата Кабинета министров получили новогоднюю премию в виде 13-й зарплаты. В среднем она составила около 15 тысяч гривен каждому. А вот с министрами история туманная. На журналистский запрос в Кабмине ответили, что доп. выплаты не получили премьер Арсений Яценюк, министр культуры Вячеслав Кириленко, министр ЖКХ Геннадий Зубко и министр кабинета министров Анна Онищенко. А вот об остальных почему-то умолчали. Напомню, в декабре правительство проиндексировали зарплаты, увеличив оклад на 25%, в том числе и премьер-министра. И зарплатами, и премиями члены Кабмина смогут похвастаться перед жителями села Березово, которые собираются в гости к правительству. Чтобы не утруждать, готовы даже ночевать под Кабмином на больничных койках. Ведь в селе Березово они уже, возможно, не пригодятся. Местную больницу, обслуживающую еще 10 сел, планируют закрыть. Что за реформа, выясняла Инна Белецкая. Это несчастный прием, а кабинет врача-гинеголога в сельской больнице. Этот человек принимает роды каждый день. На Полесье почти все семьи многодетные. Валентина вчера родила пятого малыша. Четверых принимали врачи этой больницы. Говорит, все произошло так быстро, что до рай больницы она бы точно не доехала. А сейчас, видите, какая дорога. Далеко ехать, если можно и на дороге, не раз бывая родить. Я, например, приехала и за годину уже родила. Пока мы снимаем, в роддом поступили еще две женщины. Только с начала января здесь родились 18 детей. Все-таки час имеет важное значение. Иногда, иногда, просто это не реально будет довести. Потому что, ну, по-перше, по-друге, это должно быть хорошим дороги. И, соответственно, обеспечить хорошим транспортом. Что такое, допомога. А, на жаль, у нас старенький УАЗ. А это уже терапевтическое отделение. Пациенты практически все люди пожилые. О том, чтобы ехать, лечиться в район. Даже слышать не хотят. Попросту, не за что. Маршрутка в одну сторону 50 гривен. Пенсия тысяча гривен. Да, за что лечится, уколы дорогие. Куда нам диваться? Если мы и не вар, то мы в руки не заедем за такую сумму. У Любови Василевич 12 детей, много внуков. Постоянно болеют, а детское отделение уже не работает. Теперь должны закрывать всю больницу, согласно постановлению Кабмина от 25 ноября. И это при том, что реконструкцию в свое время вложили около 4 миллионов гривен. В сельсовете уверены, их больница обслуживает 10 сел. А значит, ее нужно не закрывать, а наоборот увеличить количество коек. Еще один момент. Согласно реформе, в бюджет районной медицины урезают аж на 6 миллионов. Но идти в ногу со временем придется, уверяет Александр Квиташвили, украинская медицина по-прежнему живет по стандартам 60-х годов, когда многие болезни, от которых сегодня можно избавиться за день, лечили в стационаре. Есть очень много направлений медицины, которые не нуждаются в койках, то есть не нуждаются в стационаре. Например, терматология и венерология не нуждаются в стационаре. Никакие доводы на людей не действуют. Они готовы до последнего отстаивать свою больницу. Ведь уверены, ее все равно будут закрывать. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривненская область. А пока в стране продолжает косить больницы, украинцев продолжает косить грипп. Количество умерших от вирусов уже выросло до 60 человек. Это официальная статистика Минздрава. Столичные власти сегодня продлили карантин в школах до следующей среды. В Киеве гриппом уже заболели 14 тысяч людей. Это в полтора раза больше, чем на прошлой неделе. А вот какая ситуация в целом по Украине, знает Елена Зорина. Из-за погоды лекарства почти не завозят. И они распродают остатки. Давай. Оп. Трехлетняя Вика уже два дня с высокой температурой. Больше 39-ти сегодня удалось сбить до 37-ти. Сбивали сиропом, но сироп в принципе не помогает. Когда уже 39,5, то ставлю свечки. Врачи советуют 37,5 уже сбивать, потому что грипп сильный. Добраться сюда врачу или проехать скоро и сложно, говорит Надежда. Они живут на окраине Николаева, но дороги засыпаны снегом. Мама девочки неделю как сама оправилась от болезни. Теперь вот дочь лечит. Что за вирус подхватили, не знают. В Украине уже 2,5 миллиона человек обратились за медицинской помощью. Но эпидемии успокаивают в Минздраве нет. Наоборот, говорят, в большинстве областей число заболевших снижается. Во всю инфекция разгулялась лишь в двух регионах. Донецкая область и Ривненская область перевищены контрольных уровней, так называемых эпидемичных порогов. Винницкая область, Херсонская и Черневецкая, они находятся близко под порогом. Половина учебных заведений на карантине в столице с сегодняшнего дня введен масочный режим. Марлевые повязки обязали носить продавцов в магазинах, на рынках, работников кафе и ресторанов, а еще метро и другого общественного транспорта. При этом медики сами признают, это не панацея. Маска не ефективна для здоровой людини. Она не захищает от заражения. Есть сенс надеть маску на хворого, которого вы оглядаете, если вы лекар. И не имеет сенсу надеть маску вам, вы здоровая людина, потому что только респиратор. Но бежать в аптеку за респираторами не советуют. Лучше избегать массовых скоплений людей, а при первых симптомах болезни обращаться к врачу. Елена Зурина, Кирилл Ющишин, Богдан Ивановый, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Очередные митинги с казками под зданием Львовской облгосадминистрации. Горняки требовали свои заработанные деньги. Достучались ли? Узнавали наши корреспонденты. Несколько сотен горняков из шести шахт снова пикетируют здание Львовской облгосадминистрации. И снова требуют деньги. Зарплату! Зарплату! Как и неделю назад, шахтеры требуют доплатить 31% за ноябрь и весь заработок за декабрь. Всего им задолжали 130 миллионов гривен. Тогда областные чиновники пообещали, деньги будут к 21 января. Но и сегодня на банковские карточки Горняков зарплата не поступила. Обещали нам грудень, сичень. Прошел целый сичень заработанной платы. Сегодня мы не получили. Горня, владе! Владе, горня! Заборона великой. Люди просят заработанные деньги. Понимаете? Но это просто низко и не по-людски. Зам. Председателя Львовского облсовета Владимир Горняк обещает, сегодня на счета казначейства должны поступить 38 миллионов. Это зарплата за ноябрь. А вот за декабрь нужно снова ждать. Но это не самая худшая новость для шахтеров. Проблема в том, что на 2016 год пока что костей не предпочено взагал. Горня! Горня! Без государственной поддержки шахтам не выжить. На этом настаивают народные депутаты. Мы сейчас уже подали изменения в бюджет, где заложили достаточно денег для того, чтобы поддержать социальные выплаты, которые были несправедливо урезаны в проекте бюджета на 2016 год. Это вообще преступление, что людям не дают зарплату, заработанные деньги. А что касается общей поддержки, то по нашим оценкам до 4-5 миллиарда в год нужно для зарядки новых лав, для инвестирования в производство, для поддержки стоимости угля на уровне, который позволит не поднимать резко стоимость энергоносителей в таких масштабах. В конце дня шахтеры таки получили всю зарплату за ноябрь и даже 12% за декабрь. Теперь ждут, когда с ними полностью рассчитаются. И не исключают, что вскоре снова выйдут на митинг. Уже к Верховной Раде. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Львов. Громко задержали, тихо отпустили. Погоревший на взятке в четверть миллиона долларов замглавы службы экспортного контроля вышел под залог. Эту информацию нам подтвердили в СБУ. А как утверждает зеркало недели, он уже приступил к своим прежним служебным обязанностям. Напомню, Сергея Головаченко задержали с поличным на взятке в 250 тысяч долларов в начале декабря прошлого года. Такие деньги чиновник требовал от бизнесмена за получение лицензии. Тогда это задержание президент назвал ярким премьером эффективной борьбы с коррупцией. Кто внес залог за чиновника, о какой сумме идет речь, пока неизвестно. Ждем ответы из Генпрокуратуры и из службы экспортного контроля. Мы направили сопросы в эти ведомства. Обещанного полгода ждут. В Черновцах люди по несколько месяцев не могут оформить государственную субсидию. Очередь занимают с утра, бланки переписывают по несколько раз. Оценегу с помощью в сюжете Ольги Паломарюк. Пенсионер Василий Шарадок субсидию ждет с октября. Живет с сыновьями в четырехкомнатной квартире. Две тысячи гривен за коммунальные услуги для его семьи сумма неподъемная. Пришел узнать, когда получит обещанную скидку от государства. Таких, как Василий Иванович, лишь в Шевченковском райсовете Черновцов принимает полтысячи каждую неделю. В очередь к окошку люди выстраиваются с самого утра, заполняют бланки. Возмущаются. Им не объясняют, как правильно оформить декларацию на получение субсидии. Переписывать приходится по несколько раз. Ну, не все зрозумело, но читаем. Я хотела бы и ценю прожить. Можно? В очереди и те, кому субсидию уже насчитали. Вот только ее размер людей не устраивает. Я сдала по почте 22 сентября. Пока получили тут, пока все. Вот только сегодня я уже звонила тут. Дали субсидию 25 гривен. Всего. В управлении соцзащиты объясняют. Задержки, неточности из-за нехватки персонала. За последний год из управления уволились 14 работников. У людей сдают нервы. Вы знаете, мы уже скоротели обеднюю перерыву. Мы и залишаемся в нерабочий час, потому что, розумеючи ситуацию, в которой зараз опинились и наши пенсионеры, и инвалиды, потому что их не цикавляют наши внутренние проблемы. Посетителям советуют набраться терпения и быть внимательнее при заполнении бланков. Такие большие затримки связаны, в основном, с какой-то неточностью. Что-то неправильно вказано, или помылился, в одной цифре своего индивидуального кода не может найти его реальные доходы. Официально лишь в Черновицкой области госсубсидии ждут 130 тысяч семей. В лучшем случае помощь они получат к началу нового отопительного сезона. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Черновцы. Приговор в спину. В Крыму заочно судили и арестовали лидера крымских татар, нардепа Мустафу Джемилева. Теперь он объявлен в розыск. О чудесах оккупантского правосудия подробнее Юлия Крючкова. Еще в апреле 2014-го российские силовики запретили Мустафе Джемилеву въезд на полуостров. Предписание вручили на административной границе с Крымом, когда Джемилев возвращался из Киева. Согласно документу, ему нельзя появляться на территории полуострова до апреля 2019 года. И вот теперь Джемилева объявили в розыск, причем в международный. Все эти телодвижения вокруг наших лидеров лишний раз доказывают их высокий авторитет. Потому что если бы эти люди не имели возможности влиять на события, происходящие на полуострове, я думаю, они были бы неинтересны местной власти. Меру пресечения в виде заключения под стражу Мустафе Джемилеву заочно избрал Киевский райсуд Симферополя по ходатайству прокуратуры и следователей ФСБ. Требования силовики мотивировали тем, что в отношении Джемилева возбуждено уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса России. Это незаконное пересечение границы, халатное отношение к хранению оружия и незаконное приобретение, сбыт, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Цель ограничить возможность Мустафе Джемилева передвигаться по миру. Заочный арест Джемилева в Министерстве иностранных дел Украины уже назвали недопустимыми репрессиями. Напомню, в октябре прошлого года также заочно был взят под стражу и объявлен в розыск глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Решение принимал тоже киевский райсуд Симферополя. Чубарова обвиняют в призывах к посягательству на территориальную целостность России. Статья предусматривает наказание сроком до пяти лет. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интер Крым. Европарламент поддержал инициативу Киева. Развернуть миротворческие силы на востоке Украины. Об этом идет речь в принятой в четверг резолюции по соглашению об ассоциации. Но говорить о международной миссии под эгидой Евросоюза можно будет только тогда, когда будут созданы надлежащие условия. Речь идет о полном выполнении минских договоренностей. Миротворческие подразделения ЕС могут обеспечивать контроль за подготовкой к местным выборам и доставку гуманитарной помощи в регион. Ускорить темпы выполнения минских договоренностей призвал стороны конфликта французский президент. Франсуа Алланд отметил, что нужно двигаться быстрее к решению проблемы, то есть к восстановлению границы между Россией и Украиной. Киев, по мнению Алланда, должен провести конституционные изменения. А российской стороне необходимо оказать давление на пророссийские силы, чтобы на востоке Украины были проведены неоспоримые выборы. Ну и к ситуации на востоке Украины. 16 раз боевики нарушили режим прекращения огня. И это только в течение сегодняшнего дня. Большинство провокаций зафиксировано в районе Донецка. На Луганском направлении не стреляют, но покоя украинским военным не дают разведгруппы боевиков. Из поселка Крымское вернулся наш военкор Ярослав Кречко. Окраины оккупированного села Сокольники перед глазами у украинских военных уже даже во сне. Позиции боевиков здесь каждый боец знает, как свои пять пальцев. Вот их блинбашь. Вот мы их видим, постоянно выходят, наперед кортом, передвижение смены, караул у них идет какая-то. Александр сейчас командует подразделением на этом участке фронта. Рассказывает, если днем противник обычно не активен, то ночью небольшие вражеские группы прощупывают позиции украинских военных. Впрочем, огонь украинским военным здесь открывать уже давно не приходилось. Но то, что нужно быть постоянно на чеку, ясно, как только мы направляемся к боевой технике. Плют принято. Я же скажу, мы за ними бьемся, и они за нами все время бьются. А что передало? Два блика побачил. Либо бинок, либо прицел. С того здания, вот там чуть правее есть водокачка, там и работают снайпера. О себе периодически напоминают так. Ну, как я говорил, там раз в две недели, может раз в неделю что-то прилететь там. Тем не менее, поселок Крымское, рубежи которого защищает 24-я бригада, понемногу пытается вернуться к мирной жизни. Украинские солдаты привыкли помогать людям продуктами и лекарствами. Но сегодня особенный день для больного диабетом шестиклассника Виталика смогли раздобыть инсулин. Ну, лекарства действительно трудно достать. Благодаря волонтерам мы только достаем. В Крымском мать и сын пережили не один день тяжелых вражеских артиллерийских обстрелов. Поэтому Виталик на вопрос, что он рисует в подарок военным, твердо говорит «Мир». Все спокойно, не разрушены дома. Мы стреляем. Ярослав Кречко, Даниль Косаковский и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. А сегодня ровно год с тех пор, как украинские бойцы-киборги на пределе человеческих возможностей 242 дня, державшие оборону Донецкого аэропорта, его покинули. Сколько их погибло под обломками терминала, неизвестно до сих пор. Мой коллега Руслан Смещук видел все эти страшные события собственными глазами. Он неоднократно выезжал командировки на территорию Донецкого аэропорта. Как раз в те моменты, когда там шли самые ожесточенные бои. Далее его репортаж. Андрей Лесничук – тренер по джиу-джитсу. Сейчас полицейский. А тогда командовал взводом десантников. Дапун защищал в самом конце героической обороны аэропорта. Не любит, когда его называют киборгом. Все 17 дней в аэропорту помнит в деталях. И ночь выхода, и кромешную темноту, когда пробирались практически на ощупь. За нами приехала серед ночи МТЛБ. Но, кстати, еще помню, Сталлея, позывник «Веселый». Вибух фактически между рукавами. И подавал светловые сигналы в дюю МТЛБ. Потому что темрёва на самом деле такая. В наших широтах такой ни день не зайдешь. Ни влитку, ни в зимку. Тогда уже перемирие действовало в полной своей красе. И с минометом, и со всем. Героическая оборона ДАП началась в ночь с 25 на 26 мая 2014 года. И тоже с темноты под покровом ночи вооруженные боевики захватывают здание нового терминала. С утра аэропорт прекращает работу навсегда. Днём украинская авиация начинает обстреливать позиции боевиков. После авиаобработки военный спецназ начинает окружать боевиков. Те на КамАЗах прорываются из ДАПа в Донецк. Но на Путиловском мосту попадают в свою же засаду. Не разобравшись, другая группировка расстреливает грузовики. Погибли более трёх десятков боевиков. В Москве наехало и был осуществлен расстрел вплотную раненых бойцов. После этого боевики блокируют спецназовцев и периодически безуспешно штурмуют воздушные ворота Донецка. К началу июля 2014-го украинская армия и Добробаты пробивают в аэропорт Коридор. Туда же завозят тяжёлое вооружение. С конца августа начинаются обстрелы украинских позиций из артиллерии. В штурмах используют танки. То тут, то там, на территории ДАП, тела убитых боевиков. К концу сентября интенсивность боевых действий возрастает. Тогда же у защитников аэропорта появляется новое имя. Киборги. Особенно ожесточённый штурм начинается утром 28 сентября 2014 года. К тому времени я и оператор Интера Сергей Дубинин находимся в старом терминале уже почти сутки. Этот день стал самым длинным в нашей жизни. Выберемся живыми или нет, тогда не понимали. В тот день погибли 9 украинских военных и добровольцев. Финалом стала танковая атака на старый терминал. Её прямо на наших глазах отбили. Крайний танк поджигают меньше, чем в 100 метрах от нас. Снял? Снаряды деплинируют. Вот он, сука. За сегодняшний танки. Мразь. Напряжённые бои идут всю осень 2014-го и начало зимы. Эти кадры сняты нами 6 января 2015-го года. Диспетчерская башня буквально выгрызана огнём танков и артиллерии. Но защитники продолжают держаться тут и в здании нового терминала. Бежи примерно по следам, потому что тут мины не разорваны. Ага, понял. 13 января падает диспетчерская башня. Через неделю боевики подрывают перекрытие нового терминала. Аэропорт окончательно превращается в груду развалин. Его оборона продолжалась долгих 242 дня. Киборги выдержали, не выдержал бетон. Большин кто хочет использовать аэропорт как трамплин. Кто-то для ордена, кто-то для пиара передвыборного. Не можно считать аэропорт трагедией. Если угодно, это может быть, скажем, если не воинский злочин, то, принаймні, это случай, за который кто-то должен нести ответственность. Это не просто трагедия. Сбили Боинг, это тоже не просто трагедия. Есть люди, которые в этом винят. Сейчас Андрей со своей женой и сыном живет на съемной квартире. В отличие от других защитников аэропорта, на него наградной жилплощади не хватило. Руслан Смещук, Инна Белецкая. Подробности телеканал Интер. Из Донецкого аэропорта в Бориспольский. Монитор, который киборгам удалось спасти среди руин терминала, теперь будет встречать всех, кто прилетает в украинскую столицу, в международном аэропорту Борисполь. Сюда его привезли сами бойцы. Вот только на экране не будет рейсов. В память о подвиге защитников одной из самых горячих точек Донбасса на мониторе будут показывать хронику тех событий и героев. Я хочу, чтобы он был тут нагадыванием не только, как скажем, в Украине, а больше и международным гостям нашим тоже. Потому что заезжающие сюда, они каждый раз будут проходить мимо, смотреться на него и понимать, что война не десь там далеко. Не только в Борисполе почтили память героев. Международные аэропорты Украины сегодня превратились в концертные залы. Военные духовые оркестры собрались там, чтобы дать концерт-реквием в память о погибших защитниках Донецкого аэропорта. Как это было, расскажут мои коллеги. Днепропетровский аэропорт. 13.00. Обычная суета. Одни пассажиры выходят из терминала, другие поглядывают на табло в ожидании рейсов. И вдруг голос диспетчера. Шановные граждане, сегодня выполняется речница 240-другденной героичной обороны международного аэропорта Донецка, который в новой истории Украины стал символом нужности. На стульях в зале ожидания оркестр Днепропетровского военного гарнизона. Рядом хор областного академического театра оперы и балета. Концерт-реквием посвящен памяти тех, кто отдал свои жизни, защищая Донецкий аэропорт. Мы видели очи хлопцев, которые там стоят. Мы хотели высловить спички родинам загибших, шанувать память. А это Львов. 14 часов. В это время здесь тоже начинается концерт-реквием. Мета – вспомнить о наших героях, о наших хлопцах, 18-летних, 20-летних, нехай даже 30-летних, которые с оружием в руках захищали батьковщину. Молитву об Украине и ее защитниках пассажиры слушают молча. Кто-то опаздывает на посадку, но не уходит. Эта женщина с внучкой специально приехали в аэропорт, чтобы вместе со всеми помянуть погибших киборгов. Боль за хлопцами молодых, которые погибли, защищая этот аэропорт. В Германии продолжают расследовать события скандальной новогодней ночи. Сегодня стало известно, что более тысячи человек пострадали во время новогодних беспорядков в Кёльне. И 80% из них – женщины. Это самые свежие данные, их озвучили немецкие силовики. Пока что полиции удалось установить личности 30 подозреваемых. Остальных все еще ищут. Татьяна Лагунова подробнее. Этой ночью полиция Кёльна провела масштабную спецоперацию. Силовики прочесывали интернет-кафе, букмекерские конторы и бары сразу в нескольких районах города. Искали участников новогодних беспорядков и беженцев, которые нелегально прибыли в Германию. Итог ночных рейдов – более 20 задержанных. Одних подозревают в кражах, других – в незаконном пребывании на территории Германии. Речь идет о преступной группировке из стран Северной Африки. Но, конечно, ввиду событий, произошедших в новогоднюю ночь, мы проверяем их причастность и к тем беспорядкам. Если она будет установлена, мы передадим информацию следственной группе. Тем временем, власти Германии обещают, без проверки документов и регистрации беженцы в страну не попадут. Решено продлить пограничный контроль на немецких границах на неопределенный срок. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мизьер и раскритиковал решение соседней Австрии ввести лимит на прием беженцев. Решение Австрии – это решение Австрии. Но мы надеемся, что решение в Европе будет приниматься сообща. И что мы как можно дольше будем избегать национальных решений, которые будут иметь последствия для других стран. Сама Германия подобный лимит вводить пока не собирается. Это сегодня еще раз подтвердила канцлер страны Ангела Меркель. Она идет во банк и рискует многим. Свежие соцопросы однозначные. Более 70% немцев считают, что миграционную политику страны нужно ужесточить. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Давос день второй. В залах заседаний споры о нефти. Точнее цене на нее. И о том, как изменит мир дешевое сырье и как долго черное золото способно еще дешеветь. В кулуарах двусторонние переговоры, где зачастую решают куда больше, чем у всех на виду. О чем речь и о чем Украина договорилась с МВФ? Все это знает мой коллега Дмитрий Ановченко. Он следит за событиями форума. Дмитрий, что важного было сегодня в официальной программе? Алексей, добрый вечер. Еще раз добрый вечер всем. Ну, есть возможность все вот подробно рассказать. Во-первых, самое главное заявление, его все сейчас титируют, все сейчас обсуждают. Ну, вот даже участники форума, которые просто мимо проходят, последние задержавшиеся, отправляются по домам. Все обсуждают, что же сказал сегодня здесь, в Давосе, буквально несколько часов назад британский премьер Кэмерон. Дело в том, что выступление в Давосе, вы же понимаете, это не встреча с избирателями. Здесь особая публика, здесь нужно быть откровенным. Так вот, Кэмерон действительно был откровенным. И когда зашла речь о том, проводить ли вот этот злополучный референдум о нахождении Великобритании в составе Европейского Союза, то Кэмерон сказал, да, стоит его проводить, мол, подданные Ее Величества должны все сами решить. Потому что брюссельские бюрократы в последнее время настолько непопулярны, что пришла пора голосовать. Ну, вот как он сказал об этом. Я хочу задать этот вопрос британцам на референдуме и одновременно провести кампанию в поддержку того, чтобы Британия осталась в реформированном Евросоюзе. Если будут хорошие предложения о реформах, я приму их, и все произойдет. Ну, заявление на самом деле очень-очень важное, хотя бы потому, что в условиях, когда Европейский Союз, давайте будем откровенными, практически трещит по швам из-за мигрантского кризиса, теперь еще и Британия решила поиграть мускулами. Вы наверняка обратили внимание на вот эти слова Кэмерона. Он сказал о том, что мы хотим остаться в Евросоюзе, но Евросоюзе реформированном. Так вот, Британия будет настаивать на том, чтобы от Брюсселя, от Центрального правительства Европейского Союза, от Европейского Совета на места, в том числе и национальным правительствам, в том числе и Лондону, отдали очень многие функции. Ну, в частности, финансы, трудовое право и так далее, и так далее, и так далее. Случится эта реформа, мы останемся в Евросоюзе, ну, а нет, так нет. Вот такие прямые, откровенные слова. Здесь в Давосе все их сейчас обсуждают. Это то важное, что в последние часы было сказано с трибуны. Ну, а остальное, Леша, происходило на двусторонних встречах. Дима, извини, перебью. Как раз вот о двусторонних встречах и хотелось бы поговорить. В частности, о чем Петр Порошенко договорился сегодня с главой МВФ, если, конечно, договорился. Я уверен, что ты все слышал. Ну, дело в том, что договорился. И вот сейчас у меня для украинцев очень хорошие новости. Ну, а поскольку у нас такой достаточно откровенный разговор, я просто расскажу, что этому предшествовало, а потом уже официальную информацию. По завершении переговоров. Петр Порошенко, Кристин Лагард пригласили журналистов. Маленькая узкая комната, выстроились камеры. Ну, вот мне буквально для того, чтобы держать микрофон, пришлось присесть на пол около них. Да-да, бывает и так. Так, и я вот, находясь рядом с обоими политиками, видел не только выражение их лиц, но и выражение глаз, потому что близко был. Так вот, могу сказать откровенно, как человек, который видел все своими глазами, президент был очень воодушевлен этими переговорами. И Кристин Лагард тоже была в очень хорошем настроении, очень воодушевлена. Она сказала о том, хотя, в принципе, привыкла быть такой сдержанной в оценках, что новый транш для Украины, новый меморандум, они могут быть выделены. Меморандум может быть подписан. Переговоры с Петром Порошенко длились порядка 45 минут. Говорили и о тех реформах, которые Украине еще стоит провести, в частности, реформе налоговой, и о тех реформах, которые уже проведены. И вот они, заявления по итогам встречи. Мы сейчас находимся на стадии обсуждения будущего меморандума с МВФ. Мы достигаем соглашения. С моей точки зрения, амбициозная программа реформ поможет Украине в 2016-м. И я благодарен, Кристин Лагард, за это. Думаю, у нас была содержательная беседа, которая поможет сделать выводы в переговорах по меморандуму МВФ, над которым как раз работает наша команда. И если этот процесс закончится успешно, а я на это очень надеюсь, мы проведем совет директоров МВФ в ближайшее время. Продолжение следует... Но, тем не менее, знаки очень важны. И было два очень важных знака. Ну, во-первых, до начала переговоров Кристин Лагард с Петром Порошенко поцеловались. Причем не по русскому обычаю трижды, а по французскому это безу называется дважды. Ну и второй, более важный момент. Кристин Лагард категорически отказывалась общаться с журналистами. Я поговорил с руководителем ее пресс-службы, мне сказали, нет-нет-нет, по завершению переговоров с Петром Порошенко ничего не будет, никаких заявлений, никаких комментариев. Наше удивление было безмерным, когда переговоры прошли, были дольше, чем планировалось, и нас пригласили в комнату для переговоров. Кристин Лагард, улыбаясь, вместе с Петром Порошенко сделали заявление, ну и сказали, в общем-то, о том, что новый транш для Украины возможен. Ну и это решение по итогам меморандума, который вот-вот должен быть подписан, должен принять совет директоров. В принципе, это у меня все новости. Если буквально 30 секунд еще вы мне дадите, я хотел бы упомянуть еще одну очень важную встречу Петра Порошенко. Встречу с президентом Международного Красного Креста. Если есть возможность, даже давайте видео этой встречи покажем. Дело в том, что именно на этой встрече Петр Порошенко поднял здесь, в Давосе, вопрос об освобождении всех украинских заложников. И, в частности, Надежда Савченко и глава Международного Красного Креста пообещал помогать. Ну, вот такие новости из Давоса, Алексей. Спасибо, Дима, за такой полный отчет. Ни одного знака, посланного Украине мировыми политиками в Давосе, не пропустил мой коллега Дмитрий Анопченко. Он рассказал нам о втором дне Международного экономического форума. В Европу без визы как можно скорее. Европарламент призвал Совет ЕС ускорить внедрение безвизового режима для Украины и Грузии. Говорится об этом в резолюции, которую сегодня одобрили депутаты в Страсбурге. Они позитивно оценили усилия украинского руководства в выполнении плана визовой либерализации. Однако, в который раз подчеркнули, ожидают обещанных антикоррупционных реформ. Напомню, ранее Еврокомиссия пообещала, что уже в первом квартале этого года предложит Совету ЕС отменить визы для украинцев. Правительство приготовило новогодний подарок и школьникам, точнее их родителям. Кабмин отменил бесплатное питание для детей не из малообеспеченных семей. Льготы также оставили детям-сиротам и учащимся с особыми потребностями. Остальным за обеды теперь придется платить. Затраты на питание школьников также могут брать на себя местные бюджеты, но по желанию. Еще больше повезло учащимся ПТУ. В Украине под угрозой закрытия оказались десятки лицеев и профтехучилищ. На них у государства попросту нет денег. Какими последствиями это чревато и есть ли выход из ситуации, разбирались наши корреспонденты. Новая реальность для отечественного профтехобразования наступила с принятием госбюджета. Согласно ему, всевозможные колледжи и ПТУ, которые находятся в городах областного значения, отныне переходят на баланс этих самых городов и, главное, финансируются оттуда же. Это профессиональный лицей теплодара под Одессой. Свыше 200 учащихся – будущие повара, парикмахеры, секретари и портные. Бюджет учебного заведения – 8,5 миллионов гривен. Бюджет всего города – 15 миллионов. Время чья, говорит директор лицея, начало февраля. Именно тогда придут счета за коммунальные услуги. Нужно будет выплачивать зарплату сотрудникам, а учащимся – стипендии. Мы будем стоять перед ситуацией. Нам отключат электроэнергия, нам отключат и будут штрафные санкции по отоплению, по воде. Что нам делать, мы не знаем. И это при том, что более половины учащихся – дети из социально незащищенных слоев, в том числе сироты и оставшиеся без родительской опеки. Я как сирота, я действительно понимаю, что если до 1 февраля не решится этот вопрос, мы просто все останемся на улице, потому что у меня, например, нет жилплощади. Такая же ситуация и в Кривом Роге. Для предприятий Кривбаса сразу несколько ПТУ готовят будущих металлургов, специалистов горного дела, транспорта, а также поваров и швей. Правда, в этом городе власти приняли решение взять финансирование учебных заведений на себя. Я вчера подписал распоряжение о финансировании профтехосветы в нашем городе, чтобы преподаватели и сотрудники могли вовремя получить аванс, и чтобы студенты могли получить свою стипендию. Безусловно, и в защищенные статьи бюджета мы прописали энергоносители, чтобы не закрыли наше профессионально-техническое училище. Как же обстоит дело в остальных регионах Украины? Сколько лицеев и колледжей находятся под угрозой закрытия, и как власти намерены решать эту проблему? С этими вопросами мы обратились в Министерство образования. Ответ пообещали подготовить на следующей неделе. Катерина Марченко, Юрий Красновский, подробности, телеканал Интер. Кто пострадал на Драгобрате? Бойцы правого сектора пошли в суд с побоями. Марина Коваль, о развитии курортно-кулачной истории. Адвокат задержанных бойцов правого сектора утверждает, во время драки на Драгобрате больше всех пострадали, как ни странно, его клиенты. У них огнестрельные ранения, сотрясение мозга, побои. С этим бойцы пошли в полицию. Но вначале их заявление не хотели регистрировать. На действии, вернее, бездействия полиции адвокат и подал иск. Полиции говорят, заявление бойцов правого сектора поступило 15 января. Их приняли и внесли в единый реестр расследований в тот же день. Но признаны ли они потерпевшими, пытаются сами правоохранители. Начали расследование за заявами участников инцидента на Драгобрате. У нас есть как та потерпела сторона, так и та потерпела. Остается установить, кто спровокировал конфликт. Что касается признания их потерпелем, то такой ухвали суду нет. И не может, в принципе, быть тому, что признает потерпелем следователь, который вносит в РДР соответствующее проведение и который уже его расследует. Инцидент произошел 10 января. После потасовки в больнице оказались пятеро бойцов правого сектора и двое сотрудников отеля, между которыми и завязалась драка. Видео событий обнародовала полиция. Правоохранители уверяют, бойцы были вооружены. Адвокаты наоборот говорят, кадры смонтированы, и понять, кто затеял драку и кто стрелял, невозможно. На прошлой неделе суд постановил взять задержанных бойцов под стражу. Завтра апелляционный суд должен рассмотреть жалобу адвокатов и решить, отпускать их или нет. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Узнать больше об Украине смогут жители сразу нескольких европейских стран. В эти выходные в Брюсселе открывается масштабная ретроспектива украинского кино. А именно сейчас в Париже проходят сразу два знаковых мероприятия. Фестиваль кинохроники Докудейс и выставка украинского художника Никиты Кравцовой, француженки Камии Санья в галерее Нугоро. Что мы покажем миру и как выглядит новая культурная дипломатия, расскажет София Гордиенко. В двух шагах знаменитая Сорбонна и пляс Сан-Мишель. Даже в витринах книжных лавок здесь не легкая чтива типа Бекбедера, а биография Хайдеггера. Латинский квартал по архитектуре самый старый, но по духу самый продвинутый район города. Где еще, как не здесь, представлять молодое украинское искусство? Это не столько выставка, сколько перформанс, часть которого даже витрины галереи, графические танцы, любовь и война. Художник Никита Кравцов вместе с дизайнером Ками Санье в военной форме призывают to make peace, not war. Два месяца нам понадобилось, чтобы это все подготовить. Мы взяли за основу фотографии, когда Джон Леннон с Йока Оона делали конференцию, И они разделились, сделали снимки для прессы, потому что война из нашей страны очень много ресурсов тянет. Ирана Карпа, который сегодня продвигает украинскую культуру во Франции, считает, это современное, свежее и главное качественное искусство. И оно будет востребовано в Европе. Есть такая думка, что парижане очень закрыты, им ничего не нужно, то есть их могут интересовать какие-то большие имена. Я бы с этим не согласовывалась, потому что так или иначе, человек, которая открыта до новых форм, до того, что может ее выразить, она в любом случае клюнет на качество, на какой-то новый контент, и уже после этого может разбираться, что это за страна, что там происходит в таком смысле мистерство и культура. Это вообще очень хорошая такая софт-пауэр дипломатии. Впрочем, качественное украинское искусство здесь всегда пользовалось успехом. Например, в фильмотеке «Латинского квартала» регулярно крутят знаменитую сагу о любви Ивана и Марички, режиссера Параджанова. Сегодня здесь покажут молодое украинское кино. Фестиваль документальных лет «Докудейс» откроется фильмом «Евромайдан. Черновой монтаж», потому что это наша новейшая история. А вот кусочек Ленина, да, вот она история. София Градиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал «Интер» из Парижа. Это все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся в этой студии уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова